Всем привет! Ни для кого не секрет, что профессиональные футболисты в свободное время любят порубиться в FIFA. Для большинства это просто способ весело скоротать досуг. Но оказалось, что среди профи-футболистов есть игрок, который добрался до профессионального уровня и в киберспорте. Полузащитник Лейпцига Диего Деме в ноябре вошел в киберспортивную команду своего клуба, где наряду с другими фиферами защищает цвета Лейпцига в киберспортивной Бундеслиге. Деме, выступающий под ником DD31, уже успел дебютировать там за команду. Как вы поняли, ник футболиста означает его инициалы и игровой номер. Кстати, напиши в комментариях, какой бы выбрал себе никнейм ты, если бы был киберспортсменом и почему. Диего Деме во многом уникальный игрок для Лейпцига. Он прошел вместе с клубом путь от третьей Бундеслиги до Лиги Чемпионов. В январе 2014 года он переехал в РБ из Падерборна, который выступал на один дивизион выше. Деме поверил в перспективный проект и не прогадал. Вместе с командой прогрессировал и сам футболист. Диего стал вторым игроком после Тима Вернера, который был вызван в сборную Германии из Лейпцига. Своё имя Диего получил в честь Марадоны. И на старте карьеры Деме выступал в атаке, но хорошим форвардом ему было стать не суждено. Зато в полузащите он проявил себя сполна. За свои бойцовские качества и неуступчивость Деме носит прозвище «Маленький Гатузо». Таким прозвищем парня окрестил сам Йоахим Лёв. В FIFA 20 у Деме золотая карточка с рейтингом 78. Над скиллом его удара электроники чуточку поиздевались. В остальном Диего имеет вполне достойные статы. В онлайн-режимах его карточкой наиграли более 3000 матчей, в которых виртуальный Деме в среднем забивает 0,08 гола и отдает 0,12 ассистов. В режиме карьеры 28-летний полузащитник прокачивается на 2-3 пункта общего рейтинга. И подписать его можно за 10,5 миллионов евро. В текущем сезоне Бундеслиги Деме провел 12 матчей, в которых результативными действиями не отметился. А вот в Бундеслиге киберспортивной Диего на днях провел свой дебютный матч. К слову, Лейпциг там пока идет на восьмом месте среди 22 команд. Деме и его команда противостояли Кёльну. Против Диего выступал киберспортсмен под ником Феномено. На 26-й минуте Деме пропустил первый гол и Кёльн повел 0-1. Спустя 10 минут футболист мог сравнять счет, но Вернер попал в штангу. На 48-й минуте матча Феномено удвоил перевес своей команды усилиями Модеста. Здесь Деме мог сокращать разрыв в счете, но не повезло. Матч так и завершился со счетом 0-2 в пользу Кёльна. И футболист начал свою киберспортивную карьеру с поражения. Отметим, что его партнер по фифашному Лейпцигу уступил своему оппоненту со счетом 1-5. Так что у Диего в матче было все не так уж и плохо. Жми на лайк, если желаешь удачи Диего Деме в его киберспортивной и футбольной карьере. Подписывайся на Кибербол и будь в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. Всем спасибо за просмотр и до скорого.